Леонидович известен вам уже тем, что он подошёл к марксистской теории классов с другой стороны, так сказать, взяв быка за рога. Потому что известно, сам Игорь Леонидович вам об этом не сказал, но я вам скажу, так сказать, теоретическую тайну. У Маркса, как показали наши исследователи, два великих открытия в арсенале его творческой деятельности. Первое – это открытие материалистического понимания истории, то, что позже было не совсем удачно названо историческим материализмом. А второе великое открытие – это открытие тайны прибавочной стоимости как главного источника нарастающей силы капитала. Вот об этом Игорь Леонидович вам сейчас и расскажет. Всё, что создано на планете Земля, кроме самой планеты Земля, это всё создано трудом. Труд, как целенаправленная деятельность, преобразует то, что есть в природе, в то, что нужно человеку. Практически в природе ничего, что мы можем использовать, кроме воздуха и родниковой воды, может быть, не существует. Поэтому без труда, как мы уже видели у Энгельса, не может быть ничего. Поэтому созидательный труд и тот класс, который создаёт эти материальные блага, он будет всегда. Он был и в прошлом, будет и в будущем. Но мы заглянем с вами и вспомним наше общество, которое ещё жило натуральным хозяйством. Это как бы наш совокупный крестьянин, правильно сказать, представительный образ крестьянина. Это образ кустаря, кузнеца или пехаря, или каретника. И уже в этом обществе шёл процесс и товар обмена. В основном они работали для удовлетворения своих потребностей, но излишками они обменивались. И если бы мы с вами попробовали сделать обмен от другого, то мы бы с вами убедились ещё раз, что мы делаем на семинарах по капиталу Карломастера, что невозможно создать стоимость в торговле или просто в продаже. В торговле, в продаже товара лишь только реализуется тот труд, который вложен. То есть общественно необходимое рабочее время, тот труд, который вложен в товар, в процессе торговли только реализуется. А всё, что создаётся, создаётся трудом созидательным. Так что ж такое товар? Товар – это прежде всего вещь, которая в скобочках услуга, которая удовлетворяет ту или иную потребность человека. Независимо, эта потребность продиктована желудком, или сознанием, или ещё любой фантазией. Итак, в этом обществе уже зарождается будущее товарное производство. И неважно, сама ли Белошвейка пошла на рынок с излишком своего товара, или послала туда свою старшую дочку, сам ли Крепт пошёл с зерном, с хлебом, как называли на Руси, или приказчик, которого послал туда барин. Суть этого не меняется. Ни вероисповедания, ни цвет кожи наших героев, наших участников этого производительного и товарообменного труда на суть этого процесса не влияет. Хочу отметить, уважаемый товарищ, хочу отметить, что вот это нужно воспринимать как конкретное историческое определение, применительно к капитализму индустриального общества. Капитализм перехода к постиндустриальному обществу рождает также систему труда, продуктом которого является не только вещественный товар, а и услуга. То есть товар в виде события, в виде какого-либо действия по улучшению товарной массы в имеющейся. То есть категория услуга, наряду с категорией вещи, становится синонимом товара уже в постиндустриальном обществе. Продолжение следует...